Начнем с АЗОВ. Общий стаж – это вся трудовая деятельность человека, независимо от перерывов на декреты, службу в армии, учебу. Страховой стаж включает в себя периоды работы и другой деятельности, в течение которых уплачивались страховые взносы. Сегодня закон страны гласит, что один из родителей, воспитывающих детей инвалидов с детства, вправе уходить на досрочную пенсию по возрасту в 50 лет, при двух условиях, если уход за ребенком составляет 8 лет, а страховой стаж – 5. Так гласит закон, однако многие узнают об этом лишь на пороге пенсионного возраста, что влечет за собой проблемы. Не оформила вовремя бумаги и эти 8 лет не были засчитаны, либо вышла замуж и родила, а потому, как ребенок требует постоянного ухода, на работу не вышла. Как итог, нет страхового стажа, обязательного для выплаты трудовой пенсии. Если же у них не будет вот этого страхового стажа, значит, они пойдут на пенсию, могут претендовать на пенсию социальную, которая значительно ниже и в 60 лет. А учитывая, что идет речь об увеличении пенсионного возраста, о продлении, параллельно он, скорее всего, будет продлеваться и для всех категорий граждан. Поэтому мы окажемся в ситуации, что вот эта мама не сможет воспользоваться той льготой, которая дана ей государством, и в то же время получит значительно более низкую пенсию, вот эту социальную, в более позднем возрасте, в значительно более позднем возрасте. Многих такая перспектива не устраивает. Оно и понятно – социальная пенсия значительно проигрывает в денежном эквиваленте трудовой. Чтобы ее получить, необходимо официально отработать 5 лет, но в этом случае теряются льготы и выплаты по уходу за ребенком-инвалидом. Работать нет возможности. На руках малыш. Что делать? Выход из непростой ситуации есть. Мамы могут заняться ремесленной деятельностью, которая не требует оформления индивидуального предпринимательства, а значит и отказа от социальных выплат и пособий. Ремесленниками признаются физические лица, которые осуществляют свою деятельность самостоятельно, без привлечения каких-либо других физических лиц. Прежде всего, физическому лицу необходимо обратиться в налоговый орган по месту регистрации этого физического лица, написать соответствующее заявление, где он укажет в этом заявлении вид деятельности, которым он хочет или предполагает заниматься. Также необходимо уплатить ремесленный сбор, который составляет в сегодняшний день одну базовую величину. Сегодня базовая величина – это у нас 210 тысяч белорусских рублей. Ремесленная деятельность включает в себя порядка 30 видов – вышивание и вязание, декоративно-прикладное искусство, роспись по дереву, стеклу и многое другое. В то же время родители, у которых душа к творчеству не лежит, могут заняться репетиторством, уборкой помещений, реализацией животных, переводом документов и другой деятельностью. Все эти виды работы осуществляются по заявительному принципу – с уплатой единого налога. Заявительный принцип – это когда физическое лицо, выбрав свой определенный вид деятельности, которым он планирует и может заниматься, обращается в налоговый орган по месту жительства, пишет соответствующее заявление для того, чтобы уплатить ставку единого налога. Ставки единого налога утверждены решением Брестского областного совета депутатов и ежегодно индексируются и меняются. Все варианты применимы на практике и могут стать для родителей, воспитывающих детей-инвалидов, выходом из непростой ситуации. А учитывая тот факт, что пенсионная реформа не за горами, есть стимул позаботиться о своем будущем и будущем своих особенных детей заранее, не дожидаясь ахового положения. Мы хотим довести до родителей, что они будут получать в том случае, если они будут работать. Мы с вами понимаем, что имея детей с особенностями и работать – это вообще-то проблематично. И мы сейчас хотим рассказать и показать, что же нужно сделать родителям, чтобы они получали не пенсию социальную, а трудовую. Я им всегда говорю очень четко и здесь никак не поощряю иждивенческую позицию, что за них кто-то что-то сделает. Они все еще не старые женщины, у них есть еще родители. Надо воспользоваться этой ситуацией, попросить родителей, которые, может быть, уже пенсионеры, чтобы они помогли смотреть их инвалидов с детства, молодых вот этих инвалидов, а самим как-то все-таки выйти на работу. Ведь у многих из них есть даже и высшее образование, у них есть специальность у многих. Поэтому, конечно же, надо настаивать на том, чтобы они все-таки нашли себе рабочее место.